Друзья, я всех приветствую! Сейчас нахожусь в лесах Подмосковья, как всегда юго-западное направление. Сейчас температура воздуха примерно минус 4 градуса. Я показываю, какая обстановочка. Сейчас в лесу много поваленных деревьев, погода пасмурная. И первая у меня находка фламмулина бархатистоножковая. На нее я и буду сегодня делать уклон. Так как в лесу уже лежит снежок и какие-либо другие грибы уже тяжело найти. А фламмулина бархатистоножковая зимняя опенок у нас ярко-желтого-оранжевого цвета. И он сразу кидается в глаза. Давайте посмотрим, полюбуемся. В основном у меня сегодня задача просто погулять, подышать свежим воздухом. Назовем это фото-видео охота. Такие хорошенькие замороженные грибочки. Ребята, смотрите. Люба. Просто Люба. Сладенькие, вкусненькие зимние опята. С разных ракурсов показываю. Любуемся этим грибочком. Здесь уже, назовем так, не айс-грибы, а это хорошенькие зимние опята. Их можно еще собирать. Но я взял рюкзачок. Если что будет попадаться, самый такой хорошенький. Я возьму, ребят. А вот внизу еще маленькие грибочки. Красота, ребят. Все. Двигаемся дальше. И самые хорошие, интересные находки я буду вам показывать. Друзья, сейчас вам покажу бомбическую находку. Смотрите, погибшее дерево. И я показываю полностью от основания земли, поднимаю камеру вверх. И смотрите, примерно уже три метра и начинаются грибы. Смотрите, зимние опята. На высоте трех метров растут зимние опята. И большими, большими кучами. Смотрите. Дальше, дальше камеру поднимаю. Приближаю. Просто бомбические находочки. Смотрите. Дальше, дальше. Вот эта высота уже 4 метра пошла. И примерно 5 метров. Вот этот грибочек последний находится. На высоте 5 метров. Просто космическая находка, ребята. Кому не жалко, подержите. Но это еще не все. Это еще не все. Я сейчас вам такие находочки покажу. Так, смотрите. Давайте обойдем дерево с другой стороны. Посмотрим, что здесь есть. Да, и с этой стороны. Так, попробую приблизить. И с этой стороны высота примерно 4 метра расположилась в фламулиночке. Люба, Люба, ребят. Ага. И там еще дальше. 5 метров забрались. Эти ребятки только начинали рост. Но морозики стукнули, и они становились. Так, смотрите, дальше идем. Я когда это все увидел, не поверил своим глазам. Примерно расстояние метров 20-30. Надеюсь, сейчас кто-то начнет уже замечать эти грибы. Очень много грибов, ребят. Очень. И это, я напоминаю, это месяц декабрь. Месяц декабрь. Середина. Середина декабря. Видите? Вот они. Это второе дерево. Я нахожусь в глубине леса. Примерно, наверное, зашел. Ну, где-то около километра я нахожусь. И вот они расположились. Так, это не айс. Здесь уже погибшие у нас. Это не интересует. И высота. Высота примерно метр семьдесят, метр восемьдесят. И пошли хорошие уже фламулиночки. Так, давайте не будем торопиться. Мы же пришли полюбоваться в первую очередь. Вот они. Давайте сломаем, посмотрим. Замороженные. Хорошие фламулиночки. Люба. Люба таки собирать, ребят. И вот, смотрите. Показываю, сколько их много расположилось на погибшем дереве. Вот они, красавчики. Ох! Середина декабря. Вы должны понимать, что грибы находить сейчас, наверное, вдвойне, втройне, больше кайфу, чем летом. Вот эти вот фламулиночки. Смотрите, здесь вообще просто, просто космос, смотрите. Бомбическая сила грибная, елки-палки. Вот это находочки, а? Вот это лисочек и зашел. Красота, ребят. Просто все усеяно грибами. Все усеяно грибами. А у меня первая задача, это просто полюбоваться. Просто посмотреть эту красоту. Есть возможность, сходил в лес и посмотрел. Вот, смотрите. Так. Ну, с этой стороны, конечно, намного интереснее. Я поднимаю камеру вверх, ребят. Вот эти три дерева, они полностью на высоте около пяти метров усеяны грибами. Полностью усеяны грибами. зимними опятами. Поднимаю дальше. Поднимаю дальше. И вот примерно высота около пяти метров. Последний грибочек расположился. Люба, ребят, вот кому не жалко, если хоть чуть-чуть понравилось, вот моя находочка, подержите. Мне очень будет приятно. А если вы еще напишите комментарий, это будет фэнтези. Мне очень приятно читать комментарии. Это значит, вы оцениваете мои труды, что я вам показал. Так, ну все, я глазками провел. Больше ничего интересного я не нашел. Так, давайте я еще покажу, поищу грибы. Вдруг еще грибная фортуна мне улыбнется, а? Люба, друзья, Люба. Метров 50 отошел. Еще одна грибная находка. Вот они, по мулинушке. Хороший пучок. Почему бы вы его не взять? Смотрите, светло-желтые, пластиночки хорошие. И рядом, буквально чуть-чуть выше, смотрите, они только появились на свет и замерзли. Вот они, укрылись снежком. Смотрите, какие красивые, красивый пучок, ребят, смотрите. Красота. В лесу тишина. Вдали шумят машины. А мы собираем, любуемся грибами в середине декабря. Красота. Ну что, возьму, наверное, этот пучок. Брошу корзиночку. А этот оставлю. Может быть, еще будет оттепель и они пойдут в рост. Так, попробуем их сорвать. Опаньки. Давайте, давайте, ребятки. Вот она. Вот она. Люба, бомбическая сила, ребят. Просто бомбические грибы. Зимой собирать грибы. Это рожь. Это рожь. Друзья, гуляю с этим грибным букетом. Симпатично, да? И смотрите, мне находки. Я не знаю, что это такое. Но мое предположение, это связано что-то с охотой, с лесниками. Скорее всего, кормушки какие-то, я думаю, были здесь. И здесь вот, смотрите, камеру поворачиваю. Напишите в комментариях, может, кто встречал такие вот сооружения и что это означает. Ну и мое предположение, что это стоял какой-то навес и там был какой-то корм для диких животных. Еще постройка какая-то. Так, рядом дятел стучит, постукивает. Вот такие вот они. Но видно, что это было очень-очень давно. Я думаю, наверное, так 10-20 лет назад, скорее всего, этим постройкам всем. Люба-люба. Так, зашел я в еловый лес. Здесь вряд ли будет у нас фомулина расти. Ну, пройдем, сейчас посмотрим. Может, что-то найдем интересное. Ребят, смотрите, какую постройку в лесу нашел. Наверное, метров 500-600 от дороги. Здесь идет траншея и какое-то сооружение. Я здесь был года три назад. Мое предположение, что здесь, скорее всего, проходили учения еще при Советском Союзе. И здесь строили бункеры, окопы. И все лето проводили здесь время, проводили учения солдаты. Плиты. Здесь видно, что какой-то или заезд был огороженный плитами. Да, мощно-мощно. Так, здесь, ага, здесь видно, что был вход. Сейчас мы подойдем поближе. Вход был в этот бункер. И он, скорее всего, был закрытый. Вот, смотрите, вот здесь был вход. Все разрушилось. Здесь отчетливо видно дверь в это помещение, бункер. Я не знаю, как на заднем. Так, обойдем с другой стороны. Здесь шпал, по ходу дела. Какие-то сооружения вот эти вот идут. Да. Ну, я когда был малой, очень часто здесь проводили учения. Стояла военная техника в лесах. Солдаты все лето проводили и жили в лесах. Палатки у них были. И, скорее всего, это осталось с тех времен. Так что это построечка, я думаю, лет тридцать. Примерно так. Как вариант, можно определить. Смотрите, идет траншея и в этой траншеи растет елка. Вот сколько это елки лет? Наверное, так и есть, наверное, лет двадцать пять может. Вот она растет в этой траншеи. Вот идет траншея. Столько лет этому бункеру. К какому-то сооружению военному. Это сто пудов военное сооружение. Мое предположение, что вот здесь находились все плиты, а сверху лежали бревна. И они были накрыты, закамуфированы, скорее всего, землей. Само собой, все это упало уже, прогнило, а бетон, бетонные плиты остались. Отошел, наверное, метров пятьдесят от этого сооружения. И грибная находочка, ребята, у меня. Смотрите. Буквально, наверное, метров тридцать-сорок впереди. Желтый пучок, само собой, фламулин, бархатистоножковый. Гриб, который можно найти издалека. Летом такое не получится, чтобы метров за пятьдесят находить грибы. Все в траве, все зеленое. И кто может и поспорить, что мало грибов в лесу, ребята? Но вы сегодня видите, какие у меня грибные находки. Просто бомбические находки, ребята. И смотрите, вот эти грибочки просто космические. Они очень хорошие. Ну, и они растут высоко. Я, конечно, достать на вытянутую руку могу. Примерно 2,40 где-то, где-то здесь. 2,30 высота, 2,50. Ну, что-то около этого. Красивые, красивые грибы. Так, давайте посмотрим еще. Снизу они растут. Вот они. Красота, ребят. Ах, замороженные. Красивые фламулиношки. Желтенькие. Как любо в лесу таки находить яркие грибы среди серых цветов леса уже. Нахожусь на пушке леса. Метрах в двухсот проходит дорога. И смотрите, какая у меня бомбическая находка. Просто космос. Смотрите, какие красивые фламулиношки, ребят. Какого ярко-оранжевого цвета. Вид сверху. Высота примерно метр пятьдесят, метр шестьдесят от земли. Ну, красиво. Ну, для этого я и пришел сегодня. Смотрите эту красоту. Давайте срываем. Замерзшие. Ох, как. Слышите, как хрустит. Да, не получится у меня аккуратненько это все сделать, ребят. Вот они. Вот они. Фламулиношки. Старенькие, конечно, такие мы брать не будем. Но сам факт. Найти грибы в середине декабря. Это круто. Все, с этим букетом я дальше буду идти. Но я потихоньку двигаюсь в сторону дома уже. Я погулял, подышал свежим воздухом. Щечки розовенькие. Хорошо. Негрибная находка. У меня, смотрите, лестница. Находится она в вертикальном положении и прислонена она к дереву. Она, скорее всего, скреплена с деревом, чтобы забраться и там находиться. Но для чего это? Но мое предположение, это, наверное, связано с как для охотников, скорее всего. И видно, что этой лестнице очень-очень много лет. Так, давайте посмотрим. С собой принесли доски. И срубили елку и срубили эту лестницу. Так, и рядом еще такая же, вторая. Лестница, видно, очень-очень много лет. Я думаю, так лет, наверное, 10-20, может быть. Это все, что осталось от нее. Оно упало. Так, и вот остались прибитые доски. Видно, дальше забирались. Находились наверху. Какая-то засада прямо. Если есть у кого какие предположения, пишите в комментариях, что это такое. Давайте еще раз посмотрим. Вот так она выглядит. Панорамный вид. Так, ладно, двигаемся дальше. Здесь уже дачи. Эти дачи года, наверное, 3-4. Недавно они только. Все поля сейчас у нас в Подмосковье в дачах. Уже ничего не осталось. Я, как парень, деревенский. Раньше ничего этого не было. Все поля застроены теперь. Очередная яма. Сюда заезжала военная техника. Натягивали военную сетку камуфлированную. И здесь стояла какая-то боевая машина. Здесь же идут окопы. Вот они. И я понял, почему эта лестница, для чего это стоит. Она находится в метрах, наверное, 100. Вот от этой находочки. Эта лестница, скорее всего, как наблюдательный пункт. Там находился военный, и его наблюдал. Но это, скорее всего, так. Как предположение, что... Как вариант, что, скорее всего, это так было. Так, друзья, вот я нашел грибы. И на поваленном дереве. Смотрите. Я, как понимаю... Вот они, идут эти грибочки. Фу, мулинышки. Я, как понимаю, они еще и здесь сверху расположились. Сейчас мы попробуем почистить и посмотреть. Опаньки! Сверху дерева. Есть ли они здесь? Так. Нет. Здесь нормально. Вот они. Фу, мулинышки. Так. Люба, Люба. Зайдем сейчас посмотрим с другой стороны дерева. Здесь отчетливо видно. Вот они. Мицелия идет здесь. Вот они. Нити. И фламмулинушки. Люба, Люба. Так, дальше посмотрим еще. Вот они расположились. Хорошие экземпляры, кстати. Так. Здесь отличные просто снежулочки. Ах, как это хрустит. Красота-то какая. Фу, хорошо как. Показываю. Это дерево. Грибное. Здесь вот. Фламмулинушка только жить начинала. Возрождаться. И замерзла сразу. Морозы пошли. Так, дальше, ребят. Иду путешествую. Я двигаюсь в сторону дома и нахожу вот эти грибочки. Птица поет. Красота. И красота. И красота, смотрите, сюда. Люба-Люба. Смотрите, как красиво. Показываю эти грибочки с самого низа. Где-то сантиметров 40 от земли начинают расти. Зимние опята. Высота уже где-то метр пятьдесят. Около двух метров. И высота 2,50. Хорошая находка. Просто замечательно. Сегодня сходил лес. Я получил сегодня такое удовольствие, ребят. Просто такое удовольствие получил. Так, вид снизу. Пламулина бархатистая ножка. И давайте посмотрим, как она выглядит снизу. Высота примерно 2,50. Желтенького цвета. Красивые. Пластинки такие. Панорамный вид этого дерева. Вот они растут. Грибы где-то от 30-40 сантиметров. От земли. И до трех метров они забрались. Кому понравилось мое видео, поддержите. Пальчиком вверх. Очень будет приятно, если вы напишите комментарий. Я их все читаю. И для меня это подарок от вас. Назовем это так. Люба. Красиво, Люба. Много разных хороших слов, можно сказать. Так, двигаемся дальше. Все, я никак не могу дойти до дома. Иду примерно я метров 200-300 от опушки леса. Примерно так. Но грибов много. Ну как много? Если задаться целью их найти. Я считаю, что их много. Вот, по крайней мере, в этом лесу их много. Сами видели. Фото, видео. Все это подтверждает, что грибные находки я находил. И хорошие, ребят. Я считаю, что это хорошие грибные находки были. Иногда скудно бывает в лесу. Идешь, радуешься. А, нашел там какой-то небольшой пучок. И радости полные штаны. Но я лично эмоционально собираю в лесу грибы. Мне это очень нравится. Потому что еще каждый грибочек растет по-своему. Их нет одинаковых. Каждый своего размера. Каждый выбирает свое направление на дереве. Как расположиться и так далее. Это очень и очень интересно. Поэтому мне это нравится хобби. Собирать грибы. Находить грибы. И по лесу погулять. Фух. Так, ребят. Ну что. В прямом эфире никто не хочет мне повстречаться. Так. Что-то там желтенькое было. Всегда смотрим на желтый цвет. И фортуна грибная может улыбнуться. Нет, здесь еловый лес уже пошел. Фломулина не будет расти в елках. Растет фломулина на лиственных деревьях. В основном я встречаю на осенне. Здесь больше шансов в елках сейчас найти рядовку фиолетовую. Так, ладно. Двигаемся дальше. Все, друзья. Выхожу из леса. Что бы я хотел вам пожелать? Если есть возможность, сходите в лес сейчас. Погуляйте, подышите свежеморозным лесным воздухом. Если грибная фортуна вам улыбнется, то вы и найдете зимние опята. И в конце видео я всегда всем желаю одного. Грибной удачи. Покеда. Продолжение следует... Продолжение следует...